Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как русские живут в Лондоне, какое там существует комьюнити и как русские относятся к своим же соотечественникам. Русского сообщества как такового информационного центра или центра помощи в Англии вообще не существует. Да и сами русские не стремятся общаться со своими соотечественниками, кроме небольших группок, созданных по каким-либо интересам. В моем случае, например, я организовывала клуб путешественников, так сказать, о том, как я искала друзей в Англии, я уже рассказывала, смотрите, в этом ролике. А так, вот такие вот небольшие между собой встречаются и общаются не только в Лондоне, но и также в маленьких британских городах. Я думаю, что даже в маленьких британских городах русские больше тянутся друг к другу, нежели в Лондоне. Да и как в них вписаться, никто не знает. Наверное, люди находят группы по интересам благодаря сарафанному радио. В Лондоне существует огромное количество национальных сообществ, где люди одной нации помогают своим соотечественникам и стоят горой друг за друга. У русских всё наоборот. Русские в Лондоне стараются оградить себя от общения со своими соотечественниками и не хотят слышать и видеть никакого намёка на ту страну, где они родились, жили, учились и становились тем, кем они являются сейчас. Чего-то добившись в английских кругах, они уже свысока смотрят на русских новичков, недавних эмигрантов, которые только-только прибыли в Англию. И даже несмотря на то, что английское общество всегда позитивно влияет на характер русского человека, русские в Англии становятся более доброжелательными, но ненависть к своим же русским им никак не искоренить. Очень часто я становилась свидетелем такой темы, когда одни русские слышат речь других русских, они сразу же замолкают, затыкаются прямо и начинают прислушиваться, о чём там идёт разговор, и стараются притвориться иностранцам, и если даже их что-то спросят по-русски, они делают вид, что они не понимают, о чём их спрашивают. Я же очень часто сталкивалась с тем, что ко мне подходили русские, услышав мой разговор с подругой или с мамой, и что-то спрашивали. Ну, чаще всего это были, конечно же, туристы, им всегда хочется спросить каких-то советов или рекомендаций, а также просто узнать, как пройти на нужную улицу в тот или иной музей, и где находится какая-то достопримечательность. У меня не сложилось таких отношений с русскими, я всем стараюсь всегда помочь, но, в принципе, я могу понять людей, которые уже давно живут в Англии, и когда к ним приходят с вопросом люди, которые только-только приехали, начинают что-то спрашивать, искать какой-то помощи, зацепок, ну, как-то зацепиться в обществе и куда-то выехать на новый уровень, образно говоря. То есть, начинается с одного какого-то небольшого вопроса и заканчивается «покажи мне», «представь меня», «а ещё что-нибудь». Конечно же, это напрягает, и когда тебе тупо садятся на шею и говорят «ты мне теперь уже должен», как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. То есть, если ты что-то постоянно делаешь человеку и даёшь какую-то информацию, совет, или даже знакомишь с кем-то, потом этот же человек тебя подставляет. В общем, не очень красиво у нас, наши соотечественники поступают с уже давно проживающими в Англии русскими. Поэтому, может быть, в связи с этим именно вот такая вот боязнь своих образовалась. А проблема-то как раз-таки в том, что нету какой-либо помощи, поддержки, нету какого-либо информационного центра, куда можно обратиться и спросить, как делать в той или иной ситуации, куда обратиться и, ну, как защитить свои права, образно говоря. Ну, конечно, все вот так вот на ощупь пытаются найти свои ответы на вопросы. Не думаю уж, что все русские такие злые и недоброжелательные к своим же соотечественникам. Но, тем не менее, я встречала даже среди своих подруг такое отношение к людям, которые просто внедряются в твой диалог с другом и начинают что-то выяснять своё. Ну, как бы не очень культурно это получается. Тем не менее, опять же-таки, Англия лично меня настроила терпеливо относиться к любому человеку и ждать, что же он скажет и куда это всё выведет. Но иногда бывает так, что приходится резко прекращать отношения, потому что реально садятся на голову. Если честно, я не могу вспомнить таких случаев, которые у меня бы случались с русскими. Со всеми я старалась быть доброжелательной и помогать человеку, если ему нужна какая-либо помощь. Так как же русские могут найти друг друга на просторах необъятной Великобритании в Лондоне в 2010-х годах? Были некие такие организованные специально для русских вечеринки в пабах, где люди встречались, общались, кто-то знакомился. И как-то вместе всей русской весёлой компанией проводили время. Но под конец дня многие парни напивались, и там чуть ли не до рукоприкладства доходило, не до драк, вызовов полиции и так далее. Поэтому постепенно эти русские вечеринки сошли на нет. Но главный праздник на Трафальгарской площади, Масленица, который считается русским национальным праздником в Лондоне, проходил в марте, и туда стекалось всё русское сообщество и просто англичане, которые интересовались нашей русской культурой. Ну, о празднике Масленицы я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Именно он и считался основным главным днём России в Великобритании. Но, к сожалению, с 2014 года русско-британские отношения ухудшились, и Масленица перешла в другой формат, более локальный, и больше не было такого широкого гуляния русского народа в центре Лондона. Сейчас, на данный момент, что я могу сказать, организовалось недавно, лет 5-6 назад, такое русское сообщество под названием Россотрудничество. Если честно, я не знаю, чем они занимаются, но однажды я была там на презентации книги Чингиза Айтматова, его последние книги на английском языке, называется Mother Earth. Так как я очень люблю читать этого автора, я пошла на эту встречу, где получила вот такую вот книжку «Родина-мать». И там увидела, что, в принципе, Россотрудничество занимается такой культурной жизнью русского сообщества. Но, опять же таки, в таком локальном плане, потому что помещение очень маленькое, и народу там помещается немного. Поэтому какие-либо массовые мероприятия там не проходят. Но, возможно, они как-то помогают русскому населению находить нужную информацию. Опять же таки, богатое сообщество русских в Лондоне встречаются на каких-то своих пафосных вечеринках. Это и русский бал дебютантов, это и Russian Ballet Icons, то есть гала-концерт русского балета. Там у них происходят свои какие-то фуршеты, чаепития и нетворкинг, как это называется по-английски. То есть нахождение новых связей, знакомства с друзьями и с партнерами. Но это немножечко другая часть, в которую нужно попасть. Для этого нужны либо деньги, либо связи. Если в Англии случится что-то с большой массой русского населения, наверное, тогда русское посольство будет как-то отвечать и помогать людям. Но, допустим, в моем случае, когда у меня погиб брат, и мы не знали, что нам делать, мы пришли в русское посольство попросить помощи в содействии расследования, как и почему он погиб, а также спросить, куда нам обращаться, какие наши должны быть дальнейшие шаги, как похоронить человека и так далее. То есть мы вообще не знали, с чего начать и куда нам двигаться. Еще были в таком коматозном состоянии, что просто выйти хотелось. На что нам ответили, мы в этом вопросе вам ничем помочь не можем. Единственное, что вам надо сдать его за гранд-паспорт. То есть куда обращаться, что нам делать, куда идти, каких юристов находить, и вообще как быть в такой ситуации. Мы не могли найти ответов на эти вопросы, и просто тупо от одного дела к другому мы шли методом тыка. Но обо всех шагах, что мне пришлось предпринять, я буду скоро рассказывать уже. В июне исполняется 5 лет, как нет уже моего брата. И с чем мне пришлось столкнуться, и какие шаги мне приходилось предпринимать, я буду рассказывать. Возможно, кому-то такая информация когда-либо поможет. Ну а в посольстве, в принципе, вы можете только поменять свой за гранд-паспорт, получить гражданство на своего ребенка, российское гражданство. Ну и также выписать справку, допустим, об утере паспорта. У мамы была такая история, она не могла вылететь из Лондона обратно в Россию, так как паспорт был утерян. Как вернуться на родину без паспорта, я тоже буду рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Ну вот такое вот русское сообщество живет в Англии. И, как говорится, рассчитывайте только на себя, на свои силы, и, возможно, на своих друзей, которые уже что-либо знают. Ну а также можете периодически заглядывать на мой канал. Возможно, какая-то информация, которую вы ищете, у меня найдется среди моих роликов. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok